Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Они создали по группам определенные файлы, которых записали проведение занятий, учебная дисциплина, тема и источники для самостоятельной работы, снимемые с люками. Я думаю, что это весьма удобный вариант для всех. Во-первых, зашла я сразу с главы специального факультета, увидела конкретно свою группу и перехожу на ресурсы преподавателей. Добрый день, уважаемые коллеги! 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 на всю неделю. Мы посмотрим, что у них там есть. Моя правая группа. Вы видите, что в некоторых каналах размещают на списание еще сразу ссылки на блоги преподавателей. Но не факт, что на всех этих блогах есть информация. Я буквально, наверное, на губы перехожу на блог. Да, хорошо, здесь задание на самостоятельной работе есть. Ведется работа, видно, что человек размещает некие, например, а ты и так далее. Ну, давайте вот сюда перейдем. Тут тоже есть. Но если, к сожалению, как бы на списание отмечено, ссылка подсвечена блог преподавателя, переводишь на блог, он совершенно пустой. То есть, как бы, тогда надо все это уже вместе совместить и студенту не путать, куда им идти, что им делать. Еще один, еще один, так скажем, источник информирования про ваши изменения в образовательном процессе, это социальные сети. Да, там много под контактом с этим золотом. Значит, не будем показывать, схожу просто кратко сама. Я сошла тоже в официальные группы факультетов-институтов. Так, официальные группы факультетов-институтов ничего не написано про то, когда, что, кем и как будет проводиться. То есть, получается, пока у нас ситуация, я бы так сказала, требует систематизации. И хотелось бы обратиться к их, прежде всего, представителям деканата, чтобы единый формат представили в деканате для преподавателя. Преподаватели, я думаю, да, они находятся немножко в таком состоянии запутанности. Кто-то идет к нам в цельную прямую, далее деканаты присылают нам списки на открытие курсов, и сотрудники мои не понимают, кому какой курс, когда открывать. Поэтому, коллеги, убедительная курс. Если вам надо открыть курсы системы дистанционного обучения в ДО, от деканата вы делаете сводную заявку, присылаете нам почту дов.ископа. Если надо решить вопросы по блогам. Если не надо, решить вопросы по блогам. Внизу на нашем сайте почта вебмастер в Facebook.by и по блогам вопросы и студентов, и преподавателей решаются именно по этой почте. Приходить к нам не надо. Высылаете на почту, и мы высылаем вам ответ, логин, пароль. Инструкции все находятся на сайте Сритова. На сайте Центра развития информационной технологии вы переходите. Ресурсы, тут их много, различные инструкции. Это все можно почитать и использовать в своей работе. Это вкратце, коллеги, об организации работы. Теперь по работе в СДУ-буду я хочу предоставить слово Елене Васильевне Саламовне. Добрый день, уважаемые коллеги. Я сейчас попытаюсь как смогу рассказать вам в свете последних наших событий, что нужно делать нам, что нужно делать вам, потому что возникло очень много вопросов, мы попытаемся как-то сейчас соматизировать и ответить. В том числе вы можете писать в чате в нашей трансляции, мы постараемся как-то на эти вопросы ответить в общем. Значит, начинаем мы. Вот вы видите здесь, все уже, наверное, знают, кто работал, кто не работал, что такое система модул. Она зайти, да, давайте я вам сразу скажу, как туда зайти, как инвести, потому что такие вопросы тоже у нас возникают. Самый простой способ зайти в эту систему, это зайти на наш сайт ВВУ. Сейчас мы пытаемся в ВВУ. Вот наш сайт ВВУ, так, удовольствия здесь, вот здесь есть закладочка образование и тут дистанционное обучение. И после того, как вы нажали на ссылочку дистанционное обучение, вы сразу попадаете на главную страницу нашего учебного учебного платформы системы дистанционного обучения в ВВУ. Здесь сразу вы видите всю информацию справочную, инвестиционную, все наши методические разработки, которые очень полезны для каждого разработчика, для каждого преподавателя и для студента. Поэтому, пожалуйста, если даже вы уже знаете, как заходить сюда через другие способы ввода, через личный кабинет, через, может, у вас в блоге есть, ссылочки, но я прошу время времени все-таки заходить на главную страничку и читать нашу информацию. Здесь указан наш адрес электронной почты для у собачки в блоге по которой мы принимаем буквы и заявки. Александр уже сказала по поводу новых заявок от факультетов. Нам, конечно, было бы проще работать с активными заявками. Но я сейчас еще позже скажу, как лучше всего ее оформить для факультетов и для конкретно для каждого преподавателя. Здесь есть помощь разработчикам дистанционных курсов. Вот целый такой блок у нас есть. Мы разработали, чтобы каждый раз не объяснять каждому, не напоминать тому, кто что-то уже забыл, если давно не пользовались. Мы сделали такие ну этапические или не этапические какие-то назвать рекомендации в частности тем, кто начинает допустим разрабатывать здесь такая вот ссылочка создания элементов курса в SDMOD. Начинаем с этого. То есть если вы в первую вид начали, вам создали курс, значит заходим сюда создание элементов курса. Вот такой документ, который вы можете себе скачать на свой компьютер распечатать, положить себе как на студию книгу и ей пользоваться. Здесь расписано еще раз, два, три, четыре, пять. Что зачем делать? Что создать? описание курса пояснение и так далее. Добавление формы, добавление файлов, страница, группы, реакции, как организовать, то есть все расписано, как оформлять, как заполнять. Я думаю, что любому преподавателю этого будет достаточно. Значит, понятно, с чего начинаем. дальше. Пример дистанционного курса. Вот он. Что должно у вас в итоге получиться оптимально? Я не хочу слушать нашу систему, у меня пальцы холодные. Значит, здесь пример дистанционного курса для всех разработчиков. Открываем, смотрим, как он должен выглядеть после того, как вы с ним поработали. Это, конечно, пример приблизительный. Может быть, работы больше всего, может, меньше. Но если это фактически мы делаем для создания интерактивных электронных учебно-энергетических комплексов, это полностью максимальный курс. Значит, что я хотела еще сказать. Немножко вернусь по заявкам. Таким образом, все заявочки вы присылаете на создание может человек уже, допустим, работал раньше в Мудле, но вам нужно создать новый курс. То есть у вас уже какие-то курсы есть, создать новые. Вы нам пишете заявочку в свободной форме, пишете, прошу, такой-то фамилия, имя, отчество, должность, факультет, кафедра, прошу создать новый курс. Так, и мы ждете, пока мы вам на вашу почту в ответ напишем, что курс создан, вы можете работать. Вы можете и сами посмотреть, зайти на свой факультет, кафедру и посмотреть, есть ли уже ваш курс там. Если же вы ни разу еще не заходили в систему Мудл, то есть вы человек новый, значит, вам нужно для этого, для того, чтобы здесь начать работать, нужно создать учетную запись. Для этого вы также подаете заявку, если вы это отдельно от факультета делаете, то же самое вы указываете, прошу создать учетную запись. И пишите, факультет, кафедра, фамилия, имя, отчество полностью, логин, пароль придумываете. Я рекомендую, практически у всех уже есть блоги, поэтому я рекомендую указывать логин и пароль те же, что у вас есть в блогах, тогда вы не будете путаться. Но это уже ваше решение. Значит, вы напишете с блогин, пароль и название курса и курсов, если их не столько, которые мы вам должны создать. И тоже ждете ответа. После того, как мы вам ответили, вы начинаете работать. Сейчас у нас очень большая загрузка, поэтому пожалуйста, наберитесь терпения, потому что заявки обрабатываются не быстро, людей у нас тоже немного, заявок приходит по 100 штук в день, поэтому иногда 2-3 дня бывает, что мы не успеваем все делать. Ну, что делать? Такая вот у нас жизнь наступила. Это касается только тех, у кого курса нет вообще. Это у кого курса нет вообще. Если у вас уже просто создать курс, уже у вас там их много, создали курс, то это делается просто. Дальше, кроме того, что вы создаете курс, мы создали вам учетные записи, иногда забываете пароль, ничего страшного, вы тоже пишете заявочку нам, чтобы мы вам изменили пароль, восстановили, мы вам делаем новый пароль, высылаем, вы дальше начинаете работать. Это все делается, конечно, быстрее, чем создавать учетную запись. если, так, что я еще забыла вам рассказать, ну, как заявочки эти формировались, я думаю, вы сами разберетесь. ЦРИД создает, то есть, наш отдел создает только оболочку курса с универсальными настройками на этот курс. Значит, само наполнение, наполнение самого курса происходит, конечно, производится самими преподавателями. Вот, я уже говорила, где взять информацию, как это делать. Вот, и я думаю, что будет неплохо, если вы привлечете к этой работе своих лаборантов на кафедрах, молодых каких-то своих преподавателей, эспирантов, магистрантов, потому что это все нужно быстро. они уже с этим знакомы, они это вам быстро все сделают. Кроме всего того, что я вам наговорила, значит, я хочу еще всех преподавателей, всех разработчиков курса отправить, вот здесь у нас есть две инструкции, очень подробные, очень развернутые, с картинками, с примерами, это инструкции, которые размещены на открытой платформе Степик. Так, есть такая открытая платформа, совершенно бесплатная, мы там создали два наших курса, это инструкция для преподавателей по работе в СТО-муду, так, и инструкция для студентов, то есть есть это студенты, которые еще, может, первые курсы, кто-то, заочники не знают, как работать, вы, пожалуйста, посылайте всех на главную страницу системы Moodle, и объясняйте, что там есть две инструкции, инструкции для студентов, и вот руководители факультетов КАЭ, но своим преподавателям тоже, напомните, даже, что есть замечательные инструкции для преподавателей, там уже много, я не буду, наверное, сейчас открывать, потому что это займет много времени, вы все попробуйте, я думаю, что там вход хороший, быстрый, так что все будет нормально, и можно не отвечать на вопросы тестов, там есть и тестовые вопросы, просто хотя бы почитайте информацию, которая там есть, это будет полезно. Я еще хотела сказать, что наш отдел создал сейчас в свете последних наших изменений учетные записи с правами менеджеров для всех заведующих кафедрами, то есть заведующий кафедрой имеет право заходить со своим логином и паролем на любой курс своей кафедры, на соседнюю кафедру не зайдет, на свою можно, и отслеживать работу преподавателей, студентов на каждом курсе. Для деканов факультетов такие права есть на весь факультет. То же самое для методистов учебного центра мы создали, мы прислали учетные данные, создали такие, создали тоже такое право контролировать и проверять работу всего, все системы будут, так как это все-таки учебная работа, соответственно, нагрузка преподавателей, поэтому методисты могут отслеживать эту работу. вот, в принципе, наверное, здесь вот тоже на главной странице хотела бы всех отослать сюда, смотреть, каким образом. Здесь положение оперативного в нашем электронном учебно-методическом комплексе, вот оно тоже можно его нажать, скачать, распечатать и смотреть. Требования структуры, тут разделены интерактивный электронный комплекс и обычный электронный учебно-методический комплекс. Разница в чем? Интерактивный это использование различных интерактивных элементов, это задания, тесты, ссылки там на всякие виртуальные работы. Обычный это МК, это тут могут быть даже PDF-файлы, единственное, что здесь сам курс придерживается структуры учебно-методического комплекса. То есть, если кто-то не хочет делать интерактивный или просто не успевает, вы можете пользоваться вот этим. В этих блоках есть требования пример заявки, если вы хотите регистрировать, но это уже вопрос о регистрации сейчас, наверное, мы пока не говорим, но здесь вся информация выложена. Так что, в принципе, все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если какие-то вопросы, да, у нас был вопрос о как добавлять темы, то есть вопрос такой. Как добавлять темы, то есть вы, вы, нет, я сейчас расскажу прямо по курсу. Вот и хотят еще пример показать по филологии. То есть пример курса по филологии? Да, он точно такой же, как и не по филологии. Значит, каким образом добавляется количество тем? То есть по умолчанию обычно мы создаем курс, но бывает там по умолчанию стоит 5 тем, но бывает по запросу преподавателя, если у него большой курс, мы выставляем 10, 15, 20 блоков вот этих тем, тематических блоков. Значит, каким образом можно, я сейчас, может быть, зайду в какой-нибудь курс, можно даже на наш, да? можно на филологию зайти? Или сразу на филологию? Филология, потом кафедра лингвистики. Ну, давай. Давайте на филологию. Филология, по-моему, кафедра лингвистики. Первый, вот, русский язык. Лучше билорусские зарубежные литературы. Я знаю, какой курс открыть, знаю, как показать, как пример. Так, русский язык, никогда ниже. Вот, можно... Актуальная проблема русского языка может быть вот, вот, как раз я буду сейчас вам показывать именно на примере русской филологии. Вот, смотрите, как оформлен курс. Это уже оформлен как интернативный электронный учебно-металлический комплекс. Он зарегистрирован. Вот его регистрационное свидетельство. Здесь вписано от какого номера. Здесь фотографии и все данные преподавателей, которые ведут этот курс. И дальше. Организационно-методический модуль. Это вот обязательные модули УМК. Здесь пояснительная записка. Здесь видите, что это PDF-файлы. Здесь размещенные информации в обычных страничках, которые строят будут. Они простые класса, по вкусу, форм, для общих обсуждений. И список рекомендуемой литературы. Я не буду открывать, чтобы не заливать время. Списки рекомендуемой литературы. Обязательные требования. Во-первых, это последние источники за последние пять лет. и с обязательными ссылками на онлайн, на возможность онлайн скачивания или открывания, открытия, демонстрации ее, или же ссылки на интернет-ресурсы. Дальше идет теория. Смотрите, теоретические основы. Идет теория, лекция, интерактивная лекция. У каждого есть теоретический материал. Будь то филология, будь то математика, да, везде есть теория. Теория для оформляется в виде интерактивной лекции с вопросиками, которые там для того, чтобы как-то определять, как работают студенты здесь, когда у вас есть такая форма коллекционного материала, и есть вопросы, которые вы там делаете небольшие кусочки теории, потом вопросик какой-то, и вы видите, когда студент идет, отвечает на вопросы, формируется журнал оценок, и вы видите, как каждый студент работает с вашей лекцией. Если вы просто теорию посадите в PDF-файл или в Гордовский файл, вы не будете видеть, студент вообще был там, не был, что он там читал, не читал, просто открыл, посмотрел. Здесь же вы будете видеть всю тема разделена на темы в соответствии с учебно-методической картой, которая есть в вашей дисциплине. Весь курс строится в соответствии с учебно-методической картой. Какие темы там, такие здесь. И, соответственно, что там требуется. Если в карте у вас есть теория, практика, контроль, значит, и здесь будет теория, практика, контроль. Каким образом практика у вас здесь представляется? Что такое интерактивное практическое задание? В Мудле есть такой элемент, как задание. Это пишется, делайте то-то, то-то, проанализируйте что-нибудь. Для иностранных переведите текст, ну, все что угодно. Какое задание студентам даете на практическое, такое пишете здесь. Если вам нужна ссылочка, можно открыть, открыть, так, вот смотрите, практическое задание по теме. Назовите основные функции культуры. Тут идет вбитие вопросов, а, одно, следующее. Какие современные подходы, ну, и так далее, я не буду все перечипывать, да? Проположите следующие метафоры, допустим, какие особенности отражены в ваших примерах. Дальше, скопируйте, это вот в задании пишется, для философов, скопируйте текст всех заданий, что нужно сделать, вот само задание, да? Что нужно студенту сделать, вот красный здесь, скопируйте, нажмите кнопку добавить ответ на задание, поле ответа, ввели текст, вставь, скопированный текст, то есть, это вот стандартный такой, выполните условие, подмечайте, ворде, допустим, и нажмите кнопку сохранить, и преподаватель получит у себя ваш файл с ответом, и сделает уже лицензию на ваши ответы, поставит, там будет у него открыт, откроется ячеечка для оценки, ваши ответы будут оцениваны, и соответственно войдут в журнал оценок, которые здесь есть по каждому элементу. Вот это вот интерактивное задание, фактически то, как вы работаете со студентами в аудитории, только индивидуально для каждого, ну да, преподавателю немножечко придется больше поработать, потому что надо будет каждое задание проверить, ну как сочинение мы проверяем, вот так. То есть для филологов в принципе достаточно много вариантов, то есть тут надо включить свою фантазию и в общем-то ну где-то мы были Малина, где мы были? Актуальность кто-то будет я высказала про задание, кстати, почему я немножко дольше остановилась на этом, потому что это вопрос, который задают многие преподаватели, которые начинают разработку. Ну что такое тесты, все знают. Я не буду рассказывать, но хочу единственное остановиться, что тесты в системе моды бывают не только с допустим выбором из пяти одного варианта ответов правильных, да, как мы делали для аккредитации, как делается, здесь вариантов много, все, что только можно. И выбор, то есть выбор нескольких правильных и на соответствие правая и левая часть и пазлы складывать и выбирать на карте нужное место, то есть это может каждый будет уже смотреть сам. Ну вот, видите, такой вот большой, достаточно такой непонятный курс. Не каждая тема, хочу добавить, что соответствует, вообще весь курс, тема курса соответствует учебно-методической карте. Строховая. Строховая учебно-методическая карта. Вот, допустим, видите, тема, значит, тема, ну, не буду ее читать, не всем это интересно, может быть, одна из тем, тут вот, сколько лекционного материала, раз, два, три, еще и пять лекций. То есть мы можем лекцию, лекционный материал, делить на какие-то разделы и представлять ее как отдельный кусок лекций. И в карте. И в карте бывает, что несколько лекций, вы каждую лекцию ставите отдельно, вот как вы ведете лекционный материал, допустим, у вас сегодня такая лекция, вы ее сделали как отдельно. Следующая лекция, вы делаете шоку лекцию, это все здесь может быть, сколько у вас это делать. То же самое с практическими занятиями. Если у вас их 10, значит, делается 10 параметров. И не надо в один большой объединять, потому что это, ну, не очень читабельно и очень подпоятно. Так, вот, в принципе, в конце всегда итоговый модуль, который завершает, то есть мы всегда говорим, что каждая тема должна завершаться каким-то проверочным тестом или заданием, да, то есть должен быть какой-то тематический контроль. Это как колокольник. Вы прошли тему или раздел, вы, значит, у вас есть рейтинг, ваша группа, вы посмотрели, группа у вас вот этот так, этот так, этот так. У вас в конце будет очень хороший результат, как работала группа в течение всего семья строили, сколько у вас там времени проходит дисциплина. Значит, и в конце итоговый модуль, совершающий модуль по вашей дисциплине. Здесь может быть все, что у вас тоже есть в учебной методичной карте. И вопросы, задания для самопроектировки сюда, и темы докладов, темы рефератов, вопросы к зачету, к экзамену и итоговые тесты. Итоговые тесты вы можете формировать, сюда вставлять, допустим, методом случайного выбора из всего вашего курса. Если вы оформляете тесты через банк вопросов, это очень просто, потом формировать блоковые тесты по всему курсу. И мы всегда просим всех подавателей, которые разрабатывали курсы в бюджете, концентрировать оценку эффективности организации дисциплинационного взаимодействия, ну, фактически оценка вашей работы на курсе, оценка вашего курса. Это анкетный опрос. Если вам самим тяжело, вы можете к нам обратиться, мы вам дадим такой стандартный в общем-то образец этого. Ну и вот, это уже замечательный курс, который имеет право быть зарегистрированным в госрегистре и считаться интерактивным интернетом учебным конкурсом. Вот, в принципе, все, что я хотела вам сегодня рассказать, если еще какие-то вопросы, то я жду. Елена Васильевна, а я могу задать вопрос? Конечно, давайте. Хорошо, значит, мой первый вопрос, скажите, пожалуйста, можем ли мы в системе модли читать нормальную онлайн обычную лекцию, которая очень нужна по моим дисциплин студентам? Вы можете через, дело в том, что система дистанционного обучения Moodle, она, это как имитация учебного процесса в режиме, скажем так, разделенного времени или оффлайн, то есть вы можете это в год, в мобиль, да, не в одно время, то есть вы даете задание, студент может ответить, вы даете утром, а он вечером, а вы потом через день посмотрели его результаты, но система позволяет встраивать сюда любые ссылки, в том числе ссылки на онлайн-ком, которую, как мы сегодня пытались онлайн-ком загрузить, хочу еще раз обратить внимание всех, кто нас слышит, что все наши платформы, которые позволяют ввести в онлайне, то есть в режиме вот я тут говорю, а вы там меня сразу же слушаете, да, они вмещают не больше 100 человек, из-за чего у нас сегодня вот это все получилось, не совсем так гладко, как хотелось, потому что к нам пришло 400, ну и наша система не захотелась работать. И как я могу организовать такую? Вы можете просто ссылочку, значит, у вас на факультете есть, должен быть ЖУК, ЖУК, на Камере иностранных языков есть ЖУК Василий Игоревич, замечательный молодой человек, который у вас является от факультета ответственным за проведение онлайн-мероприятий. Вы к нему обращаетесь, он вам даже поможет с разрешением, я думаю, он такой еще ответственный. И потому что все онлайн-мероприятия должны рядом с вами и как-то вас направлять модератор, администратор, то есть не вы сами просто я захотела, включила, так не получится, надо, чтобы человек, который ответственный, вам включил, все организовал и вы дальше работаете. Спасибо. И я хочу обратиться ко всем, кто нас слушает, что на всех факультетах есть ответственные за проведение вебинаров, они же по умолчанию являются теперь ответственными за проведение всех онлайн-неприятий, если это раньше был адоптан, то теперь это будет библибаттен, они очень мало чем отличаются, но немножечко да, и поэтому они же будут у нас теперь главными, и каждый факультет их в принципе знает, но если кто-то не знает, значит, познакомитесь. Завтра. завтра у нас будет вебинар, ну да, завтра будет вебинар, уже, наверное, организация, онлайн-неприятия, но... Да, на YouTube тоже будет трансляция, поэтому, да, и там уже будет все объясняться именно по поводу онлайн-неприятий. Так, второй мой вопрос, Лена Васильевна, если можно. Вот этих пять компонентов лекции, практические задания, самостоятельная работа, контроль и литература по теме. Должны ли они быть обязательны для каждой лекции или можно для группы лекций? Понимаете, это не совсем для лекции. Дело в том, что... Ну для какой учебная дисциплина предполагает в своем наличии лекции, практические занятия, то есть, если мы берем учебно-методическую карту, дисциплину... Понятно, вы уже ответили на мой вопрос. То есть, по этому, да, если вы только лекции читаете, значит, вы занимаетесь лекциями. Тот, кто ведет практические занятия, он свой кусочек разрабатывает, и вы вместе с тем преподавателем, с которым вы работаете в паре, вы вместе формируете вот этот курс, кто-то... Вы свои материалы, они свои, мы вас подписываем обоих на этот курс, и вы вместе его ведете. Вы лекционный курс, спасибо, материал. практично. Был вопрос у преподавателей, нужно ли вести блоги или СДО, или все вместе, или по отдельности. Еще раз, на блоге. Блог вообще является... В чем удобно? В том, что вы можете очень оперативно в своем блоге разместить файл лекции, презентацию, ссылки на литературу в репозитории, на те УМК и ЭУМК, которые уже у вас загружены в репозитории. У вас у всех, я уверена, есть очень много материала, которые размещены. Первое, в репозитории в ГПУ. Второе, размещены в СДО, Модел. Третье, есть просто ваши файлы, которые вы используете при очных занятиях. Поэтому блог в этом смысле он проще. Если же мы говорим про курсы, опять же, не надо делать из этого такую вот большую для себя проблему, что я завтра должен сделать вот такой курс. Это нереально. Если у вас есть хотя бы маленький тест в СДО, вы уже его сделали, вы вправе к этому тесту добавить еще файл лекции, либо сделать интерактивную лекцию и дальше расширять как бы свой курс. Если у вас ничего нет в СДО, Модел, то, наверное, ваши коллеги имеют что-то. Ведь вы читаете, я уверена, несколько преподавателей читают один и тот же предмет. Значит, здесь надо объединить усилия уже на кафедре вы просматриваете, какие ресурсы электронные есть у вас для обеспечения различных дисциплин. Вы это анализируете и используете этот ресурс уже группой преподавателей. Одному человеку сделать качественный ресурс за полдня нереально. Поэтому не бойтесь использовать как ресурсы кафедры, факультетов, так и свои личные блоги для того, чтобы оперативно донести нужную информацию для студентов. И был еще вопрос у нас в чате, почему надо не выкладывать лекции в PDF или в блог, а в интерактивном режиме, интерактивную лекцию. Интерактивная лекция, во-первых, она дается маленькими кусочками, то есть дозирование материалов. И после маленького кусочка лекции вы можете строить пару проверочных вопросов заставить или, так скажем, побудить своих студентов более внимательно прочитать представленный кусочек. Это первое. Второе. Google App, вы знаете, где Google сейчас покажу. Значит, Play Market. На Play Market если скачать приложение к Google, то в курсах можно будет заниматься с мобильных телефонов, что тоже у нас сейчас очень популярно. Вот, приложение Moodle скачивается на ваш телефон мобильный, туда вводится наш адрес на Facebook Moodle и студенты, преподаватели могут заходить уже в курс не только с компьютера, а из мобильных телефонов. То есть наша система институционного учения, она оптимизирована под эти задачи. И вы можете работать при помощи мобильных телефонов. Завтра, завтра мы будем с вами работать в таком же режиме. Мы запустим YouTube-канал и мы запустим BiblioBad. Но мы сделаем ограничение по входу. То есть для каждого факультета вышлем код, который, так скажем, будет позволять входить где-то примерно 10 человек от факультета. Чтобы у нас не было повтора сегодняшней ситуации. И раздать это тоже 10. Да, и пожалуйста, просим организаторов на факультетах раздать это 10, так скажем, пользователям, не более. Завтра мы как раз таки покажем еще раз, как можно проводить онлайн-лекции. При том, что онлайн-лекции, когда вы проводите, вы их в обязательном порядке должны записать. И потом это будет первое, ваш последующий учебный материал для следующих курсов и отчет перед деканатом ректоратом, что работа была в любви. То есть таким форматом мы будем работать в этот период. Вопросы еще есть у нас в чате? Генерально сделать качественный практически курс одному или за полмесяца. Одному за полмесяца качественный курс, ну реально, конечно. Реально. Реально. Если больше ничего не делаем. Если больше ничего не делаем. И если у вас есть уже собран материал. То есть если материал есть в виде презентации, тестовых заданий, списков литературы и так далее, то это вполне реально. Да, это вполне реально. Больше ничего не делаем. Еще вопросы? Услышка, ушек. Спасибо, коллеги, большое. Завтра мы с вами встретимся еще раз. До свидания.